Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим очередные мои покупки с сайта Wildberries. Как я говорила, у меня скопилось уже много покупок и потихоньку мы с вами будем их смотреть. Сегодняшний обзор я хотела бы начать с вот такого вот средства. Приходит вот так упаковано. Это корейский несмываемый бальзам от марки Masil. 238 рублей на момент заказа. И сейчас будем открывать. Вот так выглядит коробочка. Здесь объем всего лишь 20 мл, но на сайте представлены и большие объемы. Я просто взяла пока что для пробы. Очень хорошие обещания были у этого бальзама. Он идет протеиновый, несмываемый, как я уже и сказала. В общем он восстанавливает поврежденные волосы, питает, увлажняет, без эффекта жирности. На основе протеинов пшеницы, семян хлопка. И, ну, в общем-то, можете почитать здесь еще информацию, кому что интересно. Отзывы тоже на него были хорошие, поэтому я решила взять это средство. Так, и сам тюбик выглядит вот так. Ничего по-русски здесь уже на самом тюбике не написано. И давайте поближе посмотрим, откроем. Вот такого он прозрачного цвета. Имеет приятную отдушку. И если вам будет видно, хотела показать, что здесь еще в его составе есть какие-то небольшие совсем такие блесточки. Но, наверное, на камеру все-таки этого не видно. Обязательно попробую. В пустых баночках где-нибудь отзыв свой оставлю. Вообще данная корейская марка Masil довольно-таки неплохая. У меня уже что-то даже от нее было. И читая вот отзывы девчонок, слушая в видеороликах, многие очень хвалят. Поэтому обязательно буду тестировать. Приятнейшая отдушка вот прям осталась у меня на руке. И я чувствую ее до сих пор. Так, ладно, дальше переходим к следующему товару. Подсмотрела его также у блогера, которого я смотрю. Это Даша Стахеева. Даша, тебе привет, если смотришь это видео. Речь идет вот о такой ароматической свече. Дыня и клубника. Объем здесь 100 мл. Деревянный фильтр. В общем, есть срок годности не ограничен. Все приходит вот в такой коробочке. Стоимость 312 рублей на момент заказа. И давайте будем открывать. Здесь еще есть какая-то бумажка. Внутри все запаковано в пупырочку. И вот так вот выглядит сама баночка свечи. Она стеклянная. Имеет действительно деревянный фильтр. И очень приятный аромат. Действительно клубника и дыня. Но плюс еще, я бы сказала, с какими-то сливками. Такой сливочно-сладкий дынно-клубничный аромат. Вообще класс, конечно. Супер. Давайте, девчонки, я, наверное, ее зажгу и оставлю в кадре. Данный фитилек, кстати, издает звук. Если вам слышно, надеюсь, что это слышно. Ну и, как я сказала, давайте оставим ее в кадре. Спасибо, Даша, за наводку. Свечка мне очень понравилась. В предыдущем своем обзоре я показывала вам, что брала трусики вот от такой марки. Не буду произносить название. Не знаю, как правильно это говорится. И говорила, что я заказала еще другого плана трусики. Вот они мне пришли. Посмотрите, упаковано все точно так же, как и в прошлой трусики, только эти уже немножко другие. Здесь тоже 4 пары. 645 рублей на момент заказа они стоили. И давайте откроем, посмотрим, какие здесь есть. Ну и какая, собственно, здесь моделька. Размер я брала точно такой же, как и у предыдущих. XL. И, собственно, выглядят они вот так. Это тоже бесшовные трусики, но у них вот здесь вот просто вставлена резиночка. Резиночка, конечно, она немного пришита, а вот здесь вот все остальное уже, оно идет бесшовное. Также поближе покажу вам вот здесь. Очень приятные, нереально приятные трусики. Кстати, информация у них указана вот здесь. В прошлый раз я не обратила на это внимание. 95% катон и 5% эластан. Очень приятно они сидят на теле. Прям замечательные трусики. Смотрятся вот так вот. И давайте посмотрим, какие расцветки здесь есть. Опустила пока немножко камеру, чтобы поближе показать вам расцветки. По размеру, кстати, мне все идеально подошло. Низ у меня 48, ну, возможно, даже переходящий немножко в 50, но, скорее всего, правильнее, что 48. Так, первые вот такие вот беленькие. Следующие классические черные. Далее просто серенькие. Или как? Ну, да, цвет у них серенький, а вот эти сами резиночки синенькие. И последние, такого скорее терракотового цвета. Кстати, на камеру они выглядят красными, но вживую они не настолько ярко-красные. И здесь розовая резиночка. Подняла обратно камеру, и давайте продолжим смотреть покупки. Далее взяла две позиции одежды для своей дочки. Это двое шортиков. Давайте посмотрим. Первые приходят упакованные вот так. Стоили ровно 200 рублей на момент заказа. Я уже открывала, смотрела, как они выглядят. И далее еще вот в таком фотофике. Немножко на камеру сейчас пошуршу. Эти шортики я взяла в размере 98. Это 100% ХБ. Производитель, кстати, Россия, город Екатеринбург. И смотрятся вот так. Они просто розовые. Здесь настоящие кармашки идут. Все довольно-таки хорошо, аккуратненько прошито. Они очень приятные на ощупь. Не тонкие, не толстые. Мне кажется, носиться будут хорошо. Не слишком короткие, не слишком длинные. Средняя такая длина. Марка Детрик. И 98 размер. Вот так выглядят. Так, и вторые шортики, которые я взяла, уже желтенькие. Немножечко другие. Приходят вот так упакованы. Стоимость на момент заказа 251 рубль. Я все цены для вас подписала. Ссылочки также оставлю внизу в описании к этому видеоролику. Так что, если кому-то что-то понравится, проходите, смотрите. От марки Бонита Китс. Давайте поближе информацию. Так, значит, цвет лимонный. 100% хлопок. Здесь я уже взяла рост 104. То есть, на размер побольше. И вот информация еще, если кому-то что-то здесь интересно. Цвет у них очень-очень яркий. И выглядят они вот так снизу сделаны. Здесь вот такая миленькая кошечка. С этой стороны ничего нет. Сзади тоже ничего нет. Выглядят вот так. Эти, возможно, нам будут чуть-чуть большеватые. Но пускай будут на вырост. Хотя, в принципе, мне кажется, что она не выпадет у меня с этих шортиков. И немного неверно вам сказала, что две позиции одежды у меня для дочки. На самом деле не две, а три. Так как я еще заказала одну юбочку. И уже совершенно про нее забыла. Давайте тоже ее посмотрим. Юбочка приходит вот так упакована. Это юбка детская. Размер 104. 377 рублей. 100% хлопок. Цвет пудровый. Юбка-пачка называется. Марка Ламарк. Ну и давайте тоже я открою. Покажу поближе. У меня дочка любит, когда вот всякие вот такие блестяшки. Когда все это такое пышненькое. Ну и еще раз информацию. Если кто-то что-то хочет здесь увидеть для себя интересного. Сейчас я оторву. Эти этикеточки, кстати, очень легко. Они убираются. И юбочку вам уже поближе разверну, покажу. Она вот здесь сверху идет на резиночке. Кстати, резинка очень-очень мягкая. Она точно не будет колоть. Снизу есть подкладка. Хлопочек. Так, размер еще также вот здесь указан. И в целом юбочка выглядит вот так. То есть, она идет снизу ткань. А сверху уже вот этот вот сам фатин. Или как правильно он называется, девчонки. Ну, в целом юбочка вот прям очень такая симпатичная. Красивый цвет. По-моему, расцветки там были представлены разные. Я уже точно не помню. И длина у нее тоже. Ну, вот, смотрите. Всего лишь вот такая. Где-то примерно по колено, наверное, будет на 3-4-летнего ребенка. Ориентировочно. Следующая покупка покажу. Женские штучки решила взять себе. Вот такие на Валбере. 113 рублей. Здесь 10 штук. Это Белла. Увидела их в обзоре одного блогера. Очень она их похвалила. Сказала, что отличные, комфортные, хорошо сидят. Никуда не слазят. Хороший у них липкий слой. Так, я взяла, значит, на 4 капельки. Они идут без запаха, дышащие, тоненькие. Даже по упаковке можно понять, что они тоненькие. Ну, и давайте с вами откроем и посмотрим, как выглядит хотя бы одна прокладка. Так, все в индивидуальных упаковочках, естественно, идет. Вот так она выглядит внутри. Ничем абсолютно не пахнет. Никакой ароматной пропитки здесь нет. Ну, и давайте тоже сами крылышки откроем, посмотрим. Вот так вот это все выглядит. Очень она мягкая, прям вот безумно нежная чувствуется. Но пока вот я еще не использовала. Когда использую где-нибудь в пустых баночках, вам обязательно расскажу свой отзыв на эти прокладки. Но вот девочка-блогер похвалила, и я решила взять попробовать. Вообще не особо люблю экспериментировать с этими вещами, но как-то вот визуально и по отзыву мне очень как-то заинтересовали эти прокладки. И захотелось все-таки их потестировать. Так, ладно, слишком долго я на них, по-моему, остановилась. Давайте будем смотреть дальше. Следующая покупка это для моего сына. Для школы уже, для следующего учебного года я решила взять вот такой ремень. 182 рубля. На момент заказа это эластичный прорезиненный ремень. У нас был уже подобный, но он ему стал мал, и я решила взять вот немножко побольше. Черный цвет и размер здесь идет 110-120 сантиметров. Открыла ремешок, и здесь вот такая информация. Благодарим за покупку, спасибо, что выбрали нас. Оставьте свой отзыв. Но я, в принципе, если честно, этим не занимаюсь никогда. Вот такой вот сам ремень. Он тянется, но при этом тугой. Так, и вот так вот мы его, значит, разворачиваем. Бляшечка здесь упакована дополнительно. Довольно-таки аккуратно выполнен ремешок. Вот такая здесь у него идет бляшка. Здесь также есть вот этот бегунок, которым можно регулировать. И застегивается он, собственно, вот так. Сюда вы вставляете второй конец, продеваете настолько, насколько вам нужно. И закрываете это все. Ну, а здесь уже вот можно, чтобы если не торчало. Кстати, вот эта сама штучка, она тоже резиновая. Вот как-то так. Можно подальше. Очень, мне кажется, хороший ремешок. И даже можно не только ребенку, но и мужчинам, наверное, взять. Кстати, размеры, девчонки, я не помню, были ли там какие-то другие. Но вот я взяла именно такой. Ссылку тоже я вам оставлю. Аромат от свечки, кстати, распространился уже на всю комнату. Очень приятно так пахнет. Вообще, мне прям нравится. Супер. Так, ну и давайте последний товар на сегодня, который я покажу. Это тоже одежда, но уже для меня. Приходит вот так упакована. Это спортивная майка женская. Так, стоила она на момент заказа 897 рублей. Сразу же скажу, что майка крутая. Она мне безумно понравилась. Мне не жалко вот ни копеечки, которые я за нее отдала. Она очень тоненькая. Размер я взяла L-48, но села она на меня свободно. То есть, у меня где-то верх 46, низ 48, но эта маечка села на меня свободно. И именно так я и хотела. Так, здесь вот вся информация. То есть, это майка спортивная женская. Я ее уже примеряла, естественно. И фотографии, девчонки, я вам вставлю. Но я фотографировала себя сама, так как некому было меня сфотографировать. Поэтому, если не очень-то такие будут фотографии, лучше вы проходите на сайт, если она вас заинтересовала. И уже смотрите там. Она идет что-то по типу борцовки. Это вид спереди. Вот так она выглядит спереди. Здесь есть логотип данной марки. Сзади она выглядит вот так. Ну, то есть, по типу борцовки идет. Я даже не знаю, девчонки, как вам в кадре ее здесь показывать. Она довольно-таки длинная. Кстати, сзади она идет длиннее, чем спереди. То есть, где-то до середины попы она сзади прикрывает. По бокам здесь вот такие разрезы есть. Ну, и то есть, если вот так вот вам показать сейчас поближе, то будет видно, что зад длиннее, чем перед. Ну, вот так вот примерно. То есть, не намного, но все равно эта разница есть. И она видна. У нее очень приятный материал. Такой тоненький, легкий, невесомый. В нем вот действительно будет не жарко. Можно и заниматься спортом, и носить летом. С леггинсами это вообще будет классно выглядеть. Кстати, в отзывах на сайте тоже можно зайти посмотреть фотографии. И мне вот прям очень понравилось. Расцветки там представлены разные. Поэтому выбирайте маечка. Я осталась вообще довольна. Вот рекомендую девчонке вам ее от души на все 100%. Ну, и в общем-то все. На этом я сегодня завершу этот обзор. Ждите следующих видео. Будет еще много интересных покупок. Скоро будут также продуктовые покупки с сайта Wildberries. И я на этом буду прощаться. Спасибо всем за внимание, за просмотр, за ваши комментарии. И всем пока-пока.